15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из афганистана памятная дата установлена чтобы напомнить об этом событии а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров не вернувшихся с афганской войны наш небольшой городок инза что в ульяновской области не обошли стороной эти события многие индийцы не вернулись из афганистана и пали смертью храбрых но их по сей день вспоминают боевые товарищи вернувшиеся домой среди них наш земляк пузунов олег васильевич когда вы впервые попали в афганистан какие были ваши первые впечатления впервые попал я 12 марта 84 года рано утром подняли построили разобрали с собой вещь ушки довольствие и пошли на аэродром через два с половиной часа мы были в городе баграм афганская провинция первые впечатления какие не знаю куда попали не знаю что делать будем представьте себе что когда самолета вышли перед нами пустыни ничего и колючка периметр огорожен колючкой выше аэродром военный полевой вот пришел за нами командир отвел нас в часть перо вселили временное казарма где все куда всех но вранцы собирает олег васильевич а как местные жители относились к советским людям местные жители относились по-разному в основном такие доброжелательные все но у них свое на уме они же мусульмане у них вера своя а мы русские днем они ходят с мотыга обрабатывают поля своих амплантации а дню к ночь они могут взять автомат уйти и так же могут и вызвать ли спину олег васильевич в каком вы служили полку служил я в 345 отдельном гвардейском парашютно-десантном полку наш батальон третий который зашел самый первый на землю афганскую там как уже когда приземлились уже в небе и кружили американский самолет и тяжело было поначалу за плечами 30 килограмм вес плюс автомат любой комплект уходили в горы подымались высоко когда прикрывали колонна проходил когда сами участвовали в боях был порадован что успех боевых действий зависит от его команды да полностью согласен были плохие командиры были хорошие но нам повезло у нас командир был с донецка диденко полковник он командовал очень хорошо и наименьшие потери были у нас а вы часто встречаетесь созваниваетесь переписываетесь со своим служиловцем ну встречаемся по возможности потому что в основном у нас мои служивцы это с ульянска были из других городов омск томск красноярск красноуральск нижний тагил созваниваемся и по скайпу в одноклассниках общаемся нас ульянскими ребятами вижу часто а вам было страшно на войне ну было во всяком было страшно было не страшно как у нас командир батальон говорил не боится только дурак а остальные люди все боятся конечно за жизнь ну как ну поначалу да было страшно потом уже к этой обстановке привыкаешь там стреляет не стреляет уже становится все ровно уже кому-то так и надо нормальный образ жизни идет своим чередором или как еще деды говорили в войну которую прошли отечественную они говорили пуль свистит это не твоя свою пуль ты не услышишь Олег Васильевич а об чем вы мечтаете сейчас? ну мечта есть у каждого человека во первых чтобы не было войны чтобы дети внуки жили в мире ну что если будет значит на то доля наша такая значит снова скажут снова пойду и вау 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 хайратом и шиндант ва и вау и вау и вау Пива! Кабул и Саланк, Пива! Були хумри и гордес, Пива! Всем вам, дорогие мои шурави! Сегодня Олег Васильевич является членом общественной организации муниципального образования Индинский район «Боевое братство». Он часто встречается со своими товарищами по духу, участвует в благотворительных акциях и оказывает помощь в организации патриотических мероприятиях. И каждый год, 15 февраля, он никогда не забывает возложить цветы к памятнику воинам-афганцам и вспомнить тех, кто не вернулся. Пива! Кандагар и Герат! Пива! Фальзопад и Казми! Пива! Хайраток и Шиндант! Пива! 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 Всем вам, дорогие мои шурави! Пива! 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 Пива!